С вами новости на Первом Карагандинском, в студии Анель Шелкарбек. Здравствуйте! В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем о главных событиях этого дня. Неудачный выстрел! Без глаза остался радист воинской части. Долг регрессникам еще не вернули. Карагандинские врачи сделали инвалидом 10-летнего ребенка. Неудачный выстрел! Без глаза остался радист воинской части. Лишил его зрение старший офицер во время учения на военном полигоне. Радиста полетел осколок гильзы. Инцидент расследует военно-следственное управление. В больницу 28-летний Виктор Роза попал в тяжелом состоянии с диагнозом контузия глазного яблока. Старший офицер во время учения выстрелил по мишени из пистолета и по версии врачей осколок гильзы полетел прямо в глаз Виктору Розе. Сейчас медики расценивают его состояние как стабильное. А вот прогноз насчет состояния самого глазного яблока пока рано расценивать. Прогноз по зрению, то есть глаз как орган сохранен, а будет ли зрение или нет, то есть прогноз пока отдаленный. Ясно только одно, для того, чтобы полностью восстановить зрение, молодому человеку придется делать серьезное плюс – длительная реабилитация. К больному съемочную группу не пустили, необходимо разрешение от военной части. Амина Смакова, Габидин Гружбеков, Бахтиар Роспанов, Первый Карагандинский. Долг регрессникам еще не вернули. Сегодня к нам на телеканал обратился Валерий Колесников, защищающий интересы шахтеров, пострадавших на производстве. Мужчина утверждает, остались регрессники, которым не выплачивают деньги. По его словам, выплаты, предусмотренные Гражданским кодексом МРК и нормативным постановлением Верховного суда, не поступали регрессникам в течение трех лет. Обстоятельства долгих разбирательств расскажет Марк Брешко. Работодатель обязан был выплачивать, начиная с 1999 года, шахтерам-регрессникам, при каждом увеличении заработной платы, делать перерасчеты и выплачивать то, что закреплено законодательством, что не делалось до 2011 года. Валерий Колесников не просит работодателя выплачивать регрессникам их денежные средства, начиная с 1999 года. Единственное, чего он хочет, добиться выплат по законодательству хотя бы за три года, согласно коллективному договору по социально-экономическим вопросам. Этот вопрос на сегодняшний день не решается. В судах игнорируется постановление номер 9, хотя у нас были обращения в Верховный суд, что подтверждается документами полученными, что это нормативное постановление номер 9 действующее. В том самом нормативном постановлении номер 9 Верховного суда говорится, при официальном увеличении минимальной заработной платы денежной суммы в возмещении ущерба, должно быть увеличено пропорционально росту минимальной заработной платы. Закон, однако, по утверждению мужчины, никто не выполняет. Хотелось бы вот обратиться, на сегодняшний день нами поданы и на имя генерального прокурора, и к президенту Республики Казахстан по этим вопросам мы обращаемся, но ответа пока нет. Валерий Колесников рассказал, что уже 5 февраля состоятся сразу три касационных судебных слушания по этому вопросу. Журналисты Первого Карагандинского будут следить за развитием этой истории. Поэтому хотелось бы обратиться ко всем заинтересованным лицам и получить конкретный ответ, когда это безобразие прекратится. Марк Бюшкол, Жасгабасов, Бахтияраспанов, Первый Карагандинский. Карагандинский уискулапа сделали инвалидом 10-летнего ребенка. Артем Барабаш пострадал из-за врачебной невнимательности. Сердечный врач детской больницы Майкудока не заметил угрозы на микроинфаркт и продолжал лечить по неправильному диагнозу. В результате чего сейчас Артем заново учится ходить и говорить. Вину кардиолога доказали, однако за это он получил лишь строгий выговор. Амина Смакова подробнее. Артему Барабаш 10 лет. В этом возрасте мальчики вовсю гоняют мячи, катаются на коньках, а он вынужден сидеть в инвалидном кресле. Ребенок только недавно стал держать голову и двигать руками. Виной этого стали врачи детской больницы. Мама мальчика Татьяна Мельник рассказывает, что в июне прошлого года Артем поступил в больницу с подозрением на пневмонию и порог сердца. Мама ребенка сказала, что у него еще жжение в левой части груди. Кардиолог на это внимание не обратила, в результате чего в августе Артем перенес два инфаркта. 2 августа, почти в 12 часов дня, у Темы случилась остановка сердца. Реанимация у нас была 40 минут. Благодаря врачам реанимации Тему вытащили. Потом с субботы на воскресенье была вторая остановка сердца. Его опять вытащили. Получается, что по вине кардиолога и здорового ребенка, вот что получилось у нас. Женщина обратилась в департамент по контролю оказания медицинских услуг. Вину кардиолога доказали, однако ограничились лишь строгим выговором. Строгим выговором. Жизнь ребенка оказалась строгим выговором. Сейчас Артем находится в реабилитационном центре УМИД. Там мальчик учится заново жить. Для того, чтобы полностью восстановиться, ребенку необходима медицинская помощь в Китае. Лечение обойдется в 50 тысяч долларов. Таких денег у семьи нет. Зарплаты мамы Артема, Татьяны Мельник, едва хватает на лекарства и процедуры. Помимо этого, ей приходится еще оплачивать коммунальные услуги. Куда обращаться, женщина не знает. Все, кто остался неравнодушным к этой проблеме, просьба обращаться по этому телефону. 8-775-465-32-28. Амина Смакова, Олжас Габасов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Таможенники пересекли ввоз контрабандных автомобилей. Без таможенного оформления в регион везли 12 грузовых машин и европейских марок «Вольво» и «ДАФ». Их стоимость составляет более 43 миллионов тенге. Совместными оперативно-розыскными мероприятиями УБОП ДВД Карагандинской области и Департамента таможенного контроля были выявлены факты экономической контрабанды 12 единиц дорогостоящих грузовых автотранспортных средств марок «Вольво» и «ДАФ» общей стоимостью более 43 миллионов тенге. Эти автотранспортные средства были первоначально зарегистрированы на территории Казахстана в отделе регистрационно-экзаменационной работы УВД Абайского района Карагандинской области на имя гражданина 1955 года рождения на основании регистрационных документов стран Таможенного союза. Но очень скоро выяснилось, что машины не проходили таможенное оформление ни в Беларуси, ни в России. А сотрудники УВД Абайского района оформили контрабандные машины на бомжа. В итоге было возбуждено сразу 12 уголовных дел. Должностных лиц УВД Абайского района обвиняют в превышении власти или должностных полномочий и в подлоге. Кроме того, за 2013 год сотрудниками УБК ДТК по Карагандинской области задержаны и помещены на склады временного хранения 67 автотранспортных средств, по которым возбуждены 59 дел об административных правонарушениях и 8 уголовных дел. Данные автотранспортные средства эксплуатировались физическими лицами на территории Республики Казахстан с нарушением таможенного законодательства Таможенного союза, то есть без уплаты соответствующих таможенных платежей и налогов. Марихуана не пройдет. Полицейские Караганды изъяли более 55 килограммов марихуаны. Провести сумку с наркотическим веществом пытался кондуктор частного автопарка. Вчера вечером стражи порядка остановили на проспекте Металлургов автомобиль «Фольксваген». В машине на заднем сидении полицейскими была обнаружена сумка с марихуаной. Обладателем этой находки оказался 32-летний кондуктор. Содержимое сумки изъяли, а на кондуктора заведено уголовное дело. Возможно, уже скоро группа крови будет указываться в водительских правах. Предложение поступило от одного из сенаторов в правительство. Глава Министерства внутренних дел уже рассмотрел предложение и сказал, что разрабатывать новую образец удостоверения будут по желанию водителей. Как объясняет сенатор Ертар Ханастаев, это нужно для того, чтобы быстро определить группу крови у человека, который пострадал в дорожно-транспортном происшествии. А когда это произойдет, он пока не уточнил. «Начиная с 2005 года в республике у нас начали выдавать удостоверения со встроенными чипами, где указана группа крови. Но, к сожалению, у нас в МВД нет ни сационарного, ни переносного терминала по считыванию этих чипов. Что мешает в удостоверении водительским или личным вписывать цифрами группу крови», сказала Стая по время обсуждения законопроекта РК о дорожном движении. В доверии народа сила полиции. Под таким заголовком подвели итоги проделанной работы в ДВД Карагандинской области. Сколько преступлений было раскрыто в прошлом году правоохранительными органами в следующем сюжете. В 2013 году правоохранительными органами был достигнут уровень раскрываемости преступности. На первом месте стоят кражи. Как отмечают правоохранительные органы, основная причина совершения квартирных краж в области происходит из-за недостаточной оснащенности квартир и подъездов средствами защиты. Также полицейские отчитались из-за охраны общественного порядка в регионе. Миргенбай Жапаров отметил, что 2013 год стал годом активного формирования внутренних дел Карагандинской области. В нашей области внедрение электронной регистрации заявлений, сообщений на ряду усиления ведомства контроля и прокурорского надзора сделало прозрачные процедуры регистрации заявлений, сообщений о преступлениях и происшествиях. Город невозможно представить без молодежи. Караганде исполняется 80, а герою нашего следующего сюжета всего 21. Но уже в этом возрасте он сумел объединить молодых и активных людей области и направить их силы во благо города. Саят Балмакаев – лидер Альянса студентов Казахстана по Караганинской области, без участия которой не проходит ни одно крупное мероприятие. Караганда подошла к своему 80-летнему юбилею красивым и развитым мегаполисам. Чистые улицы, архитектурные памятники, развитая инфраструктура – в этом городе есть все для комфортного проживания. Общеизвестная истина – развитие любого города напрямую зависит от людей, проживающих в нем. Саят Балмакаев – лидер республиканского студенческого движения «Альянс студентов Казахстана по Карагандинской области», активно участвует в реализации государственной молодежной политики страны. Молодой человек выбрал эту общественную позицию именно из-за любви к Караганде. В 2010 году Саят Балмакаев поступил в Карагандинский государственный технический университет на специальность «Автомобильный транспорт». Юноша стал активистом студенческой профсоюзной организации «ЖАСАРДА». Его старания не остались незамеченными. И уже к окончанию первого курса студент становится вице-председателем молодежного парламента Карагандинской области. «Альянс студентов Казахстана по Карагандинской области для меня и для моих ребят – это не просто организация, не просто три буквы, как мы называем, будем говорить, АСК. Это, наверное, целый мир мероприятий, друзей, общения и, конечно же, большой опыт как в реализации государственной молодежной политики, так и в разъединении основных государственных социальных программ». В «Альянс» юноша пришел в начале второго курса и уже спустя полгода стал руководителем этой организации. Сначала на уровне города, а затем и области. За время работы в «Альянсе» он приобрел богатый опыт в реализации молодежной политики. В обязанности молодого человека входило не только руководство «Альянсом», но и, прежде всего, защита прав и интересов студенческой молодежи. «Патриотизм для каждого свой. Для кого-то это флаг, для кого-то это гимн, для кого-то это работа во благо Родины. Но важно, что каждый этот патриотизм почувствовал по-своему. И в рядах «Альянса», наверное, и как и любой другой молодежной организации, каждый из молодых людей может проявить себя как в сфере творчества, так и в сфере своего креатива». Одними из самых знаменитых молодежных акций стали флешмобы «Я патриот» и «Мой флаг. Гордость». В них приняли участие более 300 человек. По словам Саята Балмакаева, эти мероприятия – своеобразный формат воспитания патриотов, которые не боятся говорить и показывать любовь к своему государству и городу. Также стоит отметить такие мероприятия, как областной шоу-конкурс «Парад профессий», бал офицеров среди военнослужащих города Приозерск, городской форум «Деловая молодежь» и многое другое. «На таком же темпе я очень рад, что именно свою общественную деятельность я связал именно с этим городом». Саят Балмакаев признается, у него много целей в жизни. Пока главный из них – занять достойное место в обществе, быть гордостью родителей и, конечно же, сохранять такое важное качество, как человечность. Молодой человек поздравляет любимый город с юбилеем, надеясь, что в будущем сможет сделать много для его дальнейшего процветания. «Конечно же, очень рад, что за это время мы работаем со всеми организациями, которые поддерживают молодежную политику и преддверии 80-летия празднования нашего города. Хотелось бы пожелать нашему городу всего самого наилучшего процветания, дальнейших творческих побед». Марк Брюшкол, Жасгабасов, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. Что нас делает молодыми? Упорство и трудолюбие. В этом уверен карагандинский общественник Дмитрий Бойко. Он живет не только словом, но и делом. Мало кто знает, что он возводил гостиницу «Караганда» и другие дома в нашем городе. Накануне 80-летия шахтерской столицы у Дмитрия Макаровича в гостях побывала наша съемочная группа. Дмитрий Макарович в Караганду приехал из Украины 53 года назад. Тогда молодому юноше сразу понравился город. Он был просторным. Бульвар мира был почти пустой, а театр Станиславского еще даже не начинали строить. На проспекте Советском, который сейчас называется Бухаржрау, по словам старожила нашего города, стоял вокзал и летний театр. Зима была очень холодная, снега была вот так. Буквально по Советскому проспекту тоннели врывали, людей выводили, чтобы проехать. Но вместе с тем Караганда была интернациональным городом, городом дружбы, подлинной, истинной. Гордом интеллектуалов, городом доброты, сострадания и так далее. Я горжусь, что вот уже 53 года живу в этом городе. По словам Дмитрия Макаровича, он был одним из тех людей, кто начинал строить шахтерскую столицу. Гостиницу Караганда и примерно 20 домов в нашем городе тоже возводил карагандинский общественник. Параллельно он учился в институте. И более 50 лет своего труда Дмитрий Макарович отдал педагогической деятельности. Шло бурное строительство. Ежегодно возводилось примерно 450-600 тысяч квадратных метров бесплатно в жилье. Вот эту квартиру я получил бесплатно. Как родилась дочерка, мы сюда переехали. Точно так же было и по отношению к другим людям. Ренка, я вас слушаю. Дмитрий Бойко много лет занимается общественной деятельностью. На протяжении 20 лет он неоднократно избирался депутатом городского маслехата. И всегда помогал жителям нашего города с возникшими трудностями. Старался решать самые незаурядные проблемы карагандинцев. Всё это он делал не для собственного пиара, а для народа. Мы с молоком матери впитали в себя совестливость, справедливость, порядочность и неприятие незаконности. Вот я такой. Многие люди лгут, что в советское время нельзя было правду говорить. Я искренне вам говорю. Работаю в райкоме партии в Ленинском. Неоднократно избираюсь делегатом областных городских партийных кормец. Я критиковал точно так же, как сейчас критикую. Пока съёмочная группа нашего телеканала находилась в гостях у Дмитрия Макаровича дома, его телефон не переставал звонить. На том конце провода он слышал просьбы и советы карагандинцев. Дмитрий Бойко никогда не отказывает в помощи. Чем сможет, он всегда поможет. Несмотря на возраст, заслуженный работник образования нашей страны всегда в курсе последних событий в жизни Караганды. Он читает газеты, смотрит новости на ТВ. Видно, что ему дорог наш город. За это его любят и уважают карагандинцы. Николай Кровец, Кайрат Рашитов, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. Это все новости на сегодня. До скорых встреч, Аман Сау Волмазар. Редактор субтитров А.Семкин